Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал, который называется Валентина Валентина. И сегодня тема видео будет посвящена празднику моего тезки, Дню Святого Валентина. Если вы до сих пор не решили, что подарить своей второй половинке, то вы попали как раз туда, куда надо. Потому что сегодня я расскажу вам 5 вариантов, как небанально поздравить своего любимого человека. Хочется сразу отметить, что мои варианты подойдут как и для мальчиков, так и для девочек. Итак, первый вариант. Если вам подарили такие подарки, как конфеты, валентинки, цветы, мягкие игрушки, то я предлагаю отличный способ, как поступить, очень нетривиально. Можно подарить своей половинке поход в сертификат, на поход в СПА-процедуру. В данном случае я выбрала кабинет массажа Натальи Бесчастная, студия Корица. И подарю вот такой вот сертификат, куда надо будет писать только даты, название услуги, куда мой молодой человек пойдет. И еще интересно, что можно это сделать вдвоем, то есть пойти на такую вот прекрасную релакс-процедурку и провести в день романтично. Следующим не менее оригинальным подарком я считаю фотосессию для двоих. Согласитесь, это будет смотреться немножко так вот по-зимнему сказочно, когда два влюбленных человека будут позирать. И еще интересный факт, то что все будет окружено сердечками, которые, конечно же, являются атрибутом этого чудесного праздника. Для тех пар, которые устали от городской суеты, отличным подарком на день святого Валентина я считаю поездку на уикенд за город. Это может быть какой-то горнолыжный курорт, ну а тем, кто живет возле моря, так вообще романтично снять домик, который обогревается, и провести пару дней с любимым человеком вдали от суеты, это классно. Ну и даже тем, кто не может позволить себе горы, либо море, всегда можно выехать недалеко от своего родного места жительства, какое-нибудь небольшое селение, и просто пожить такой жизнью без гаджетов, без сферы технологий, только ты и твой любимый человек. Здесь даже так романтично. Следующий подарок подойдет для молодых людей, которые не привыкли сидеть на месте, которым нужны движения, нужен драйв и эмоции. И таким людям я советую подарить поход в квест-комнату. Сейчас появилось очень много таких заведений, где вы можете под разную тематику окунуться в атмосферу совершенно иного места. Но особенным человеком это будет делать двойне интереснее. Очень жаль, что в нашем городе нет такого вот заведения, я бы с радостью сюда сходила, но я знаю, что в Киеве, в Харькове такие места есть. Поэтому, ребята, кто смотрит меня из этих городов, задумайтесь, а может быть стоит подарить такой подарок. И заключительным пятым подарком на день Святого Валентина я бы назвала подарок поход на мастер-класс. Вместе с любимым человеком можете посетить кулинарный мастер-класс, мастер-класс по лепке, мастер-класс по изготовлению изделий из глины и много-много-много других вариантов. Но тут уже зависит от того, какие у вас увлечения и как вы любите проводить свободное время. Я надеюсь, мои советы вам пригодятся и вы сможете использовать их, чтобы разнообразить свои подарки. Ну и конечно же, все-таки атрибутика этого праздника, как я говорила, банальные Валентинки, мишки, цветочки и сердечки, сладкие и сладкие конфетки. Поэтому всегда можно красиво преподнести тот или иной сертификат в окружении всех вот этих вот мимимишных штучек. Надеюсь, вам было интересно. Если понравилось, ставьте пальцы вверх. Пока-пока, ваша Валентина!